В первый час заседания депутаты внесли изменения в ряд принятых ранее решений и положений, а также рассмотрели вопросы о принятии в муниципальную собственность имущества, в том числе плавательного бассейна «Крепыш». Обоснование необходимости принятия решения – это обращение открытого акционерного общества корпорации ВСМПО «ВИСМО» по рассмотрению возможности принятия в муниципальную собственность безвозмездно плавательного бассейна «Крепыш». Краткая характеристика объекта – площадь бассейна составляет 1971 квадратный метр. Введен в эксплуатацию в ноябре 2009 года. Право собственности на здание и земельный участок ВСМПО зарегистрировано. По данным ВСМПО доходы в среднем от услуг плавательного бассейна составляли 3 миллиона рублей. Предложения народные избранники поддержали, однако вопросов избежать не удалось. Когда здание, сданное в эксплуатацию в 2009 году, обследовалось последний раз? Как будет организована работа тренеров в связи с переходом бассейна в управление образования? Будет ли возможность посещать бассейн взрослым? К рассмотрению этих вопросов парламентарии вместе с начальником управления образования Александром Золотаревым вернутся уже после того, как бассейн будет передан в собственность муниципалитета. Время для принятия решений по первым десяти вопросам повестки дня прошло очень быстро. Самый значимый вопрос заседания – назначение на должность главы администрации Верхнесалдинского городского округа. Положение проведения конкурса предполагает также выразить мнение конкурсной комиссии о назначении на должность главы администрации. Поэтому восьми голосами конкурсная комиссия предлагает Думе назначить на должность главы администрации Ильичева Константина Сергеевича. Далее была избрана счётная комиссия. В зал заседаний доставлена урна для голосования. Бюллетени с двумя фамилиями кандидатов – Константина Ильичева и Владимира Мальцева – победителей второго тура конкурса – под роспись, розданный депутатам. Нужно поставить один знак в пустом квадрате и справа к фамилии кандидата, за которого вы голосуете. Бюллетень, в котором любой знак поставлен более чем в одном квадрате, либо не поставлен ни в одном квадрате, считается недействительным. Голосование, согласно регламенту работы Думы и уставу городского округа, было тайным. Но после подсчёта голосов результаты тайного голосования стали явными. Из 18 выданных бюллетеней, значит, все бюллетени являются действительными, недействительных бюллетеней – нет. И по кандидатурам число голосов, поданных за кандидатуру Ильичева Константина Сергеевича – 18, число голосов, поданных за кандидатуру Мальцева Владимира Николаевича – 0. На этом процедура смены глав не завершилась. Назначенный на должность главы администрации Константин Ильичев должен сложить свои депутатские полномочия и обратиться к Думе с просьбой об отставке с поста главы округа. Только после этого может начаться процесс избрания нового главы округа из числа депутатов. И только после приведения к присяге, так требует устав, глава округа сможет заключить контракт с Константином Ильичевым. Депутатский мандат по округу номер один после заявления Константина Сергеевича окажется свободным. В случае, если Константин Сергеевич слагает себя полномочия депутата Думы городского округа, то по первому избирательному округу у нас будут проводиться до выбора депутата. В 2015 году, значит, единый день голосования 13 сентября, и в этот день у нас будут до выбора депутата по первому округу. В первый округ у нас входят шесть избирательных участков. Это 280, 281, 291, 292 и участки в деревне Северная и деревне Никитина. Общая численность избирателей порядка четырех тысяч человек. До единого дня голосования пока далеко, но не ранее, чем за 80 дней и не позднее, чем за 70 дней до 13 сентября избирательная комиссия сообщит о выборах с алдинцем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!